Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также коллекционеры, нумизматы, любители монет. У нас сегодня на обзоре очередная серия из монет серебра СССРовского периода. У нас сегодня представлены как серебро-СССРовские полтинки, так и более-менее эксклюзивные монетки СССР. Так, у нас первая, что же у нас за монетка, у нас 50 копеек, 50 копеек серебря 1922 года, с таким изображением звезды, вот, с, тут у нас на огурке написано, на ребре, то есть написано, на огурке написано, чистого серебра, 2 золотника, 10,5 долей, и в дужечках у нас АК, то есть, не АК, а ПЛ, извиняюсь, я вот тут не хочу фокусироваться. О, серебра, 2 золотника, 10,5 долей, и ПЛ, то есть, означает Петро Латышо. Так, Минц, Минцмайстер Петроградского монетного двора, вот такое вот. Вот, у нас полтинник, вот, серебро уже здесь, 900-й пробы, то есть, высшая проба здесь у нас уже идет, СССР. Что у нас тут можно вам сказать по тиражу, по тиражу, по тиражу, по тиражу, по тиражу, у нас тираж неизвестен, вот, данная монета у нас по каталогу 240, почти 250 гривен стоит, вот, если было здесь надпись АГ, Артур Гартман, Минцмайстер Петроградского монетного двора, то было бы цена 430, это гривень, а так всего лишь монета тоже, в принципе, не сильно дешевая, вот, ну, так вот, на нее цена. Сейчас весим нашу монетку, если что-то я буду ускоряться, наверное, в данном виде, а так положим коротенько, я думаю, отстроится, отстроился, вес у нас должен быть, вес у нас должен быть 10 грамм, сейчас проверим по данной монетке, тут у нас четко 10 грамм, весы может плюс-минус, так что 10 грамм, в принципе, очень идеальный вес по данной монетке, думаю, полный оригинал, вот, такая вот монеточка, так, ну, давайте дальше не будем рассмотреть. Следующая у нас монетка, тоже полтатинник, то есть, 20 СССР, 50 копеек, уже с другая видом монетка, уже мужик с наковальней, 1924 год, тоже на гурте, чистый серебром 9 грамм, 23 грамм, 22,3, там 23, точка 10, 105, и надпись ТР. То есть, Томас Рос Ницмант, лондонского монетного двора, то есть, монета, наверное, напечаталась в Лондоне, состояние прямо идеал, вот, один полтинник, в принципе, все можете почитать в интернете, если хотите, ну, вот, такой вот вам покажем, вот, 24 год, сейчас ее взвесим, отстроится, вес у нас должен быть тоже 10 грамм. Практически идеальный вес, плюс-минус, 10 грамм у нас есть. Ну, в принципе, больше ничего про монетку рассказать не, нету смысла, она и так популярная. Ну, кто хочет, будет выставлена группа в Фейсбуке, ссылочка в описании. Так, следующая наша монетка, это у нас уже тоже полтинник, 50 копеек, но уже 25 год. Тоже та же самая, мужик с наковальней. Вот, так же, чистого серебра 9 грамм, вот, ну, уже ПЛ, то есть, надпись у нас ПЛ. Так вот, каталочная цена данной монеты выше 200 гривен. Вот, вес у нас по данной монетке должен быть 10 грамм, 9,94, практически идеальный вес. Вот, вот такая вот монетка, представлена ваше внимание. Хорошие, кстати, вложения инститции, кого интересует. Сейчас они подешевели, серебро сейчас очень подешевело. Вот, ну, будем ждать. Так, и 26 год, один полтинник у нас из серебра на сегодня. То есть, тоже более-менее такая редкая монетка, ценность. Монетки у нас по каталогу 230 грамм, чистого серебра, 9 грамм. Уже надпись ИПЛ. То есть, каждый у нас менялся на координаты. И тут один полтинник. Тоже состояние такое неплохое. Вот. Вот, монетка. Сейчас их срезаем на весах. Тоже должен быть вес 10 грамм. Срезаем. Четко. В принципе, все монеты срезали по весовой категории. То есть, более не к ним относились. Так, если уже забираем. Больше у нас, видишь, влажить нечего. Взвешивать так, можно правильнее сказать. Вот. Ну, и вот нижний ряд. Это монетки у нас уже медные. Вот. Уже одна копейка 24-го года. Будут выставлены в группе Facebook. В моей группе. Будут они продаваться одним лотом на аукционе. Ну, гурт у нас тут ребристый. Так что, по каталогу монетка стоит 28 гривен. Если было бы у нас в гурт вкладке, ценник был бы 320 гривен. А так, всего лишь по каталогу 30. Следующая монетка у нас 2 копейки. Тоже 24-го года. Вот. Монетку можно почистить, если кто захочет. Если кто приобретет. Гурт у нас тут ребристый. Вот. 24-й год. Гурт ребристый. Тоже пролетарию. Все страны соединяетесь. СССР. Каталожная цена данной монетки 51 гривня. И больше. Вот. Если был бы гурт у нас гладкий, ценник был бы 403 гривня. Так что, смотрите, у кого есть в коллекциях. Смотрите и знайте, что у вас лежит дорогая ценная монетка. Так. 3 копейки. По размеру, конечно, они такие. Под рукой у меня есть. Под рукой у меня есть только 5 копеек. Кстати, 5 копеек. Вот сейчас для примера покажу на 5 копеек. Вот даже здесь можно показать. 5 копеек. Какие они по величине. Тогда были 3 копейки. Вот. Вообще. Это уже 24-й. Гурт уже гладкий. Вот. Тут пролетарию всех стран. Соединяйтесь. СССР. 3 копейки. Каталожная цена данной монетки у нас составляет 61 гривня. Если бы эта монетка была средбристым. Гуртом цена ей была бы 2976 гривен. По каталову. А так лишь 61 гривня. Такая вот монетка. Ну и последняя на сегодня у нас СССР. Вот. Для примера поставим. Приложим. 5 копеек. Вот уже более современной. Это 5 копеек 24-го года. Гурт гладкий. Вот монетка копаная. Пролетарию всех стран. Соединяйтесь. В среднем таком вот состоянии. Гурт у нас же здесь гладкий. То есть каталожная цена. 95 гривен. Данной монетки. Ну, в более лучшем состоянии будет 95. Так она намного дешевле. Вот. Гурт. Если был бы гурт у нас уже ребристый. Вот. То цена составляла тоже не сильно много. 130 гривен. Так что ищите 3 копейки с ребристым гуртом. И будет вам счастье. Ну, что ж. На этом будем заканчивать наш обзорчик. Еще раз напомню. Все монетки вот эти будут выставлены в группе в Фейсбуке. Вот. Вот эти по фиксированной цене. Вот эти будут выставлены на аукционе. Всем спасибо за внимание. Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки. До новых встреч на моем YouTube канале. Всем пока. Продолжение следует.